Ауа, с вами Юлик. Знали ли вы, что если насрать на камеру телефоном, может получиться ТикТок? Как и 90% ТикТок. Он глубоко сказал, все антитабачные кампании что проводятся, я думаю, могут отсосать у этого парня, потому что вот, ну он реально, он такой, зачем вы курите? Вы выглядите как пепельница. Это сильно, это сильно. Я, конечно, тоже не поощряю курение ни в коем разе. Здоровый образ жизни это хороший образ жизни, курение это плохо. Но вот настолько убедительно говорить, как он, у меня не получается. А то есть пацанам можно курить, с пацанами все нормально. Пацаны ему нравятся, такой, ну курящие пацаны, ну мне нравятся, ну реально, ну реально. Вот девушке противно, а пацаны нормально. Вот живешь себе спокойно, а потом в твою жизнь врывается человек. И такой, привет, можно я без церемонии войду в твою жизнь и украду у тебя сердечко? Конечно можно, ведь я люблю страдать. Хэштег томбоя, хэштег ЛГБТ, хэштег рек, хэштег дуэк, хэштег ведь люблю страдать. Теперь любая девушка с короткой стрижкой считает себя томбоем? Вот помню наши времена, томбои были суровее, томбои были с яйцами, с пенисами. Томбои были мужчинами. Вообще я считаю, что если бы люди прямо говорили. В рекомендации хэштег томбоя. Я понял, тикток состоит наполовину из томбоев, наполовину из женщин, которые говорят умные цитатки. Вот если их как-то объединить, получится томбой, который говорит умные цитатки. Это будет просто вышка, это будет супер босс. На уровне в игре, когда проходите, в конце вы встречаете такого слабенького босса, убиваете его и выходит настоящий босс. Вот настоящий босс это томбой. Кто на вахте кушает лакбан? Хэштег томбой. Просто давайте хэштег томбой ко всему подряд добавлять. Кто на вахте кушает дошик? Хэштег томбой. Вот это вообще по-томбойски. Да, на вахте дошик кушать. Ставь лайк, фаллофу фалло. Лайк фал лайк. Томбой. Это видео посвящается обладателям айфонов. Это видео посвящается всем томбоям. Сделай звук погромче. Сделай звук погромче. Сделай звук погромче и слушай меня внимательно. Ты не мальчик, ты не мальчик. Нет, ты не мальчик. Ты девочка, да? Да, мы все это видим. Ты девочка. Губы, чистки, золото, нос. Что же дальше? Вот вам вопрос. Линзы, щеки, зубы, хвост. Что угодно, но не мозг. А, Б, В, Г, Д, Е, Йоу. Рэп. Русский язык. Или математика. 2 плюс 2 равно 4. Это современный рэп. Это современный рэп. Я не знаю. Это современный рэп, да. Здрасте, мальчики. Скучаем? Не хотите, что так чаем? Нету чая, не беда. У меня полно добра. Подстаканники, журналы, просто диски, манга, чай. Хочешь водки? Ну уж нет. Знаешь, чей этап? Да, это когда зашел в Яндекс.Маркет? А когда зашел в Яндекс.Такси? Я тебя хочу изнасиловать. Девушки, не радуйтесь, если за вами бегают в бары. Заболитесь... Радуйтесь, если они за вами ездят на черных приорах. Тын-дырын-дын-дын-дын-дыры-дын. Тоже бегают за мячом. Пока гол не забьют. О, глубоко. Сильно. Сильная метафора. Она вот заставляет задуматься. Вполне возможно, даже пустить слезу. Вот прочувствуйте. Не радуйтесь, если за вами бегают в бары. Радуйтесь, если они за вами ползают. Потому что только парень без ног может показать, насколько он сильно тебя любит. Потому что парень с ногами, то ходить он везде может. А вот парень без ног, если за тобой бегает на руках. Вот это реально. Вот это вот стоит ценить. А просто парней ценить не надо. Цените? Цените воров. Не знаю, блядь, что. Вот какую мудрость ты хотел принести. Я ненавижу эти блядские книги. Я ненавижу эти блядские сериалы. Ведь там люди любят друг друга искренне. И хэппи-эндом кончается финал. И ненавижу твои рыжие волосы. Я обожаю их настолько, что утопаю. Я ненавижу твои лживые губы. Кто-то отреагировал на это вот слез. О, это так мило. Это так искренне. Это так правдиво. Это так искренне. Так искренне. Что пиздёшь? Вот эта искренность пребывает стыд, который я испытываю. И могу, в принципе, поставить лайк. Ну, слушайте, 600 человек нашлось, которые посмотрели и такие, бля, души сказал. Реально, пацан, молодец. Лайк. Либо, может, просто люди от смеха начали трясти телефон. И случайно вот так вот пальцем раз. И так вот лайк случайно задели. 600 человек таких нашлось. Давай так. Если у меня получится тебя рассмешить, то ты мне ставишь лайк. Поехали. А и давай так. Если у тебя получится тебя рассмешить, ты ставишь лайк. Он садится на банку, банка лопается, чечёт кровь. Он такой, ха-ха! Вот такой прикол! Ни одного лайка, а ты думала. Ты думала, что здесь будет, блядь. Видела? Ноль лайков. Парень сказал, что будет более жестоким со мной, если я буду материться. И она, наверное, сейчас начнёт материться в ожидании, что он такой, ты сучка. А он такой, ну... Сегодня я буду весь день сидеть, закрывшись в комнате, и играть в игры в наушниках. А потом уеду на неделю. Вот такое жестокое отношение. Знаешь что, блядь? Давай с тобой посидим, заварим чаю. Давай помечтаем. И куда же нам с тобой спешить, молодым? Не знаешь? Куда? В путягу нужно идти. Проебёте пару, за счёт не получите. Выпрут из путя. Чё делать будете? Будете бутылки сдавать. Вот они в ночном парке стоят, и где-то там, знаете, в 20 метрах, мужик с молотком такой. Какие хорошие песни. Как вы меня, сука, задрали со своими вот этими... А ты мальчик или девочка? Ты мальчик или... У меня такое чувство, что все тамбои... Ну, я не знаю, может, у меня суперспособность, но я совершенно стопроцентно вижу, где мальчик, где девочка. И поэтому мне кажется, что все люди тоже абсолютно стопроцентно видят, что это где мальчик, где девочка. И когда я вижу вот такое видео, я думаю, наверное, вот все девочки тамбоя, они мечтают, чтобы их спутали с мальчиком. Вот реально, чтобы их кто-то спросил о том, ты мальчик или девочка? Потому что, я уверен, никто их не спрашивает о том, мальчик это или девочка. Я просто вижу девочек, которые не умеют за собой ухаживать, и такие, да, похуй, будут мальчиком. Я типа мальчик. У меня разболелась голова от всех этих тамбоев, и поэтому, чтобы она немножко прошла, я вспоминаю приятные для себя вещи, знаете, которые вот меня радуют всегда. Например, своих друзей One X. У них высокая надежность и широкая линия. Мне вот это всегда греет душу и успокаивает. А еще при регистрации по вот этому промокоду, по вот этому вот, вот видите его, вы можете при регистрации получить до 6,5 тысяч бонусных рублей. Вся дополнительная информация в закрепе. Ночью будет жарко, нам будет ярче. Я беру тебе... Слушайте, я вот с этого аккаунта не зарегистрирован в ТикТоке, и он показывает мне, в принципе, довольно объективные тренды, потому что не ведет никакой статистики. И, видимо, видимо, ТикТок из приложений... Вот оно катилось в ту сторону, в которую катился Квай сначала. То есть там вот все эти ТПшки, которые жопу в экран суют, там вот так вот делают, растяжки свои показывают. Потом оно немножко сменило направление и направилось в сторону видосов, где девушки всякие грустные вещи говорят из сериалов, из всяких, ну типа там, Супернатурал и прочее. И сейчас он резко, блять, наклонился, огромный крен совершил и летит просто в пропасть тамбоев. За бедра и открывай еще раз гусь. Ну, слушайте, такие тамбои пизды дать могут. Хочу такое же звуковое сопровождение теперь к своим роликам каждый раз, когда что-то смешное или около... Нет, даже когда не смешное что-то происходит, хочу, чтобы на фоне был... Я не красавица, но я и не урод. Собственно, у меня вопрос. Где моя девушка? Хэштег тамбои! Тамбои! Хэштег, хэштег! Нет, это не мода, я просто чувствую себя мальчиком, поэтому тамбои, тамбои, тамбои! Что за стереотипы 18 века? Нос к чертям собачьим прокалывать нельзя, язык прокалывают только шлюхи, чтобы вот, блять... В 18 веке, я думаю, не прокалывали все-таки языки и носы. Ну, прокалывали разве что позвоночник колями, когда ведьм сжигали. Буду джентльменом я, для тебя, я, я... Кис-кис-кис-кис, мяу-мяу! Кто-нибудь вспомнит старый тик-ток? Я помню старый тик-ток. А еще я помню, что Артем Кей снимает клипы с не просто несовершеннолетними, а с детьми. Вполне возможно, что эта девочка одна из жертв Артема Кей. У нее просто как у собаки Павлова срабатывают все вот эти. Она со слезами танцует, такая, блять, ненавижу Артема Кея. Снова дралась во дворе. Ага, мам, ну я не плакала. Вырасту, выучусь на моряка. Я уже в ванне плавала. Молодец, ты тамбойка крутая еще. Девчонки, а чего у нас за тренд-то такой, жопу свою на показ показывать? Где ты этот тренд увидел? Я вижу, только одних тамбоев тебе, видимо... Ты, видимо, другим приложением пользуешься каким-то. Просто сейчас будет рассказ о том, как не нужно поступать в ван, девушку. У меня был парень. Ой, отлично. А вот тут сразу можно сказать, что не слушайте никого. Нельзя же, блять, всех под одну гребенку. Его забрали в армию. Я, конечно же... Надеюсь, так было не у всех. Так зачем вообще тогда такое записывать? Так. О, вот это тамбой, ребята, вот это четкий тамбой. И вот серьезно, вы вот видите его, вот это мужчина. Потом тамбой такой, блин, так надоело, что меня путают с мальчиком. Вы серьезно? Вот мальчик. Все тренды в ТикТоке, чтобы попасть в рекомендации, нужно запрыгнуть. Вот это да, сын Стива Бушеми в ТикТоке. Ставьте лайки. А знаете, почему черепашки-ниндзя вчетвером нападают на одного? Потому что у них учитель крысы. Все очень просто. Потому что у них учитель крыса. Парни, еще не надо никогда кидать фотки своего банана девушкам в ЛС. Правда? Это вот нужно произносить вслух. Не кидайте дикпики женщинам. Они выложат ваш дикпик. Все ее друзья это увидят. Вам станет стыдно. Потому что ваш корнишон теперь популярнее, чем вы. Думаю, многие слышали голос. Вот ты и попался, дружок. Как думаете, кто автор? Конечно же. Не видно? Сказка. Теперь тебе памятник нужно поставить, чувак. Я вот считаю, что нужно снести нахер пару зданий в Москве. Можно даже вместо Ленина поставить. Будут приходить потом бабушки годы спустя со своими внучками и говорить. Вот это тот мальчик, который говорил, вот ты и попался, пидор. Настолько стал этот тикток популярный. Он его так бомбануло, что никто не знает, что это он. Что он записал еще один тикток. И мы поставили ему памятник, чтобы он от вас всех отъебался. Вы говорите, что я тупая, страшная, снимание интересно. Я парень, я парень, я парень, реально. Вот тебе, блядь, вот так. Это член, походу, да? Это ведь член. Это у меня не клипор размером с огурец, а член. То есть я парень. Понимаете, почему я бомблю? Не из-за того, что там кто-то считает себя парнем. Считай, но это все не искренне, это все наиграно. Они прекрасно понимают, что никто их не путает с мальчиком. Но они такие, типа, ой, хватит, хватит меня путать с мальчиком. Я в жизни, я в тикток. Выглядит, как Иван Гамас, который увлекается чем-то незаконным. Мужики, запомните эту мудрость на всю свою оставшуюся жизнь, как сказал Амар Хайям. Я видел женщину, которая изменяла тысячу... Где Амар Хайям мог ее видеть? Он по бледовникам всяким ходил. Сдается мне Амар Хайям пиздобол. Мы уже это с вами обсуждали, по-моему, не помню точно. А у меня завтра в 8 утра защита диплома. А знаете, что я буду делать сейчас в 12 ночи? Правильно писать этот диплом. Здорово, правда? Пиздец какой. А потом такая... Ну, как бы, знаете, в том, что я работаю в Макдональдсе, виновата точно не я. Точно не я старалась. Я писала диплом целых 3 часа, потом вырубилась. Но и что меня отчислять из-за этого? Я же 5 лет ходила иногда. Пирожок будете? Продать душу за ключи от Панамера и отдых на Мадера. Я очень с таким подходом к жизни. Ваш потолок, тлада приора и дача вы разметели. Максимум. Это впервые в ТикТоке, наверное, какие-то слова, которые можно интерпретировать как мудрые. Да, не будем выпендриваться. Но никто перед этим не сказал. Опять ты. Опять с камерой. Ай, вот тебе мудрость. И потом какая-нибудь хуйня. Вот человек без всей этой херни просто сказал что-то дельное. Вот вы говорите, что я тупая, страшная, безмозглая. А вот мне интересно, что ты скажешь, когда ты узнаешь, что я парень? Что ты тупой, страшный, безмозглый. Не так сложно поменять эти слова. Первый год говорят, если ты уйдешь, я покончу с собой. На второй год говорят, если ты уйдешь... На второй год говорят, пожалуйста, выпустите меня из больницы. Я не буду больше угрожать вам, что я покончу жизнь самоубийством. Пожалуйста, мне очень тут страшно, грустно и неприятно. Здесь все больные люди, здесь срутся, сутся, дерутся очень плохо. Я больше не буду вас шантажировать. Простите, пожалуйста, я больше не буду нести такую хуйню. Не надо таких людей приглашать в себе в дом. Этот чувак либо пьяный, либо въебанный. Если он стоит и вот так вот его прям мутузит, бегите от таких людей. Старайтесь их избегать. В дом приглашать точно не надо. На этом все. С вами был Юлик. Ставьте лайки этому ролику, если вам нравятся видосы про ТикТок. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока.